В гостях Юрий Николаевич Гамбурин, преподаватель МИФИ. Спасибо, что начали время. Вы меня поправили, что не совсем теорию поля. С чего лучше тогда начать? Да, значит, речь пойдет о некоторых основных моментах, которые содержатся во всех фундаментальных теориях. То есть и в том числе и в теории поля, и в квантовой механике, и в квантовой теории поля и так далее. Поэтому отчасти это, в общем-то, правильно. Тоже теорию поля. Конечно, будем говорить не обо всех фундаментах, не о чем-то там сильно сложном, но о чем-то простом. Но зато оно есть везде, и оно является самым важным. Но давайте начнем с того, что есть уровень метода. Про методов, там всем хорошо известно, со школы. Масса тела умножить на ускорение тела равняется это все в сумме всех сил, которые есть для этого тела. Второй закон? Да, второй закон не тот. А первый чем плохо? Первый неплох. Но в данном случае нам первый закон не очень важен, так же, как и третий. Второй закон является уровень недвижения. Это некий экспериментальный факт. То есть его можно проверить на опыте. Третий закон тоже можно проверить на опыте. То, что силы действия равна силе противодействия. Но это все-таки не так важно. Нам сейчас важно, что есть уровень недвижения. Это второй закон не тот. В этот второй закон не тот, значит, есть достоинство. Достоинство заключается в том, что он записан в векторной форме. То есть там вектор ускорения с одной стороны, с другой стороны вектор силы. То есть, в принципе, мы этот закон можем там по-разному записывать. Уже когда примем, примем уже к решению задачи. Но, тем не менее, его все равно можно обобщить. Вот поговорим об этом обобщении. Давайте рассмотрим, ну, допустим, одну точку пространства. Вот эту точку, чтобы описать, где она находится в пространстве в трехмерном, нужно три координаты. x, y, z. Или длина, ширина, высота. Если мы возьмем две точки. Нужно для этой точки тоже три координаты. Если мы возьмем n точек, для каждой точки нужно быть три координаты. Всего для n точек необходимо 3n координаты. Всего 3n уравнений. Но, допустим, ну, вообще говоря, в системе может быть связи между частицами. Ну, допустим, возьмем молекулу, состоящую из двух атомов. Предположим, что эта молекула там, ну, не как там типовые движения, а просто, что вот есть две молекулы, которые находятся все время на одном достоянии друг от друга. Тогда сколько нам нужен координат для описания такой системы? Три координата, я покажу, до первого атома, а второй атом вращается вокруг первого по сфере. Сфера описывается двумя координатами на этой поверхности. Поэтому всего необходимо 5 координат. То есть, если у нас 6 координат, 3 на первой части, 3 на вторую, то минус одно уравнение связи, остается 5. То есть, связь уничтожает одно... Да, то есть, каждая связь между частицами, она уменьшает число переменных, которые необходимы для описания такой системы. Да. Если мы возьмем, допустим, твердое тело, значит, там, ясное дело, что там много атомов, там много каких-то элементов, на которые можно разбить это тело. Их очень много. Но для описания такого тела, сколько? Ну, допустим, возьмем там две произвольные точки, с этим связанные этим телом. Одна точка, как это, с тремя координатами, вторая точка, положить вторую точку, как то есть на первой, она может двигаться по сфере, это еще две координаты. И еще может быть вращение вокруг оси, проходящей через этот титул. Еще одна крата. Всего шесть. То есть, для описания положения твердого тела пространства требуется шесть координат, а не три умножить на число атомов. Для какого-то более простого описания системы нам требуется не описывать каждую частицу. То есть, можно не описывать положение каждой частицы в отдельности, а взять и описывать, то есть, ввести некоторые координаты, которые просто описывают положение системы пространства. Полностью. Математический матерь, который качается в плоскости. В этом случае, положение этого матерья, несмотря на то, что он движется в трехмерном пространстве, он движется все-таки в плоскости. И его положение можно задать только одной единственной координатой, то есть, углом отклонения положения равновесия. Да, одна координата. Достаточно всего одна координата. У нас есть... То есть, мы пришли к этому, что у нас мы можем описывать положение системы каким-то числом координат. Назвем эти координаты обобщенными. То есть, это просто координаты, которые описывают систему. Это не есть координаты x, y, z, а есть просто некоторый набор переменных, которые просто пишут положение системы пространства. Для того, чтобы нам понять, как система будет двигаться в дальнейшем, этой информации нам недостаточно. Нам необходимо знать еще о начальной скорости. Вот сразу начальная скорость, а в следующий момент времени может быть совершенно произвольное положение тела. или импульс. Ну, пока мы не говорим об импульсе. Это потом. Пока мы говорим о том, как можно описать систему. То есть, ясно, что у нас должны быть координаты и должны быть еще скорости. То есть, зная координаты и скорости в данный момент времени, мы можем понять, где будет тело в следующий момент времени. В данном случае это обобщенная скорость. Это скорость и производство вот этих самых обобщенных координат. Ну, хорошо. Отпустим. Определение обобщенных координат. А это еще не все. Значит, нам в эти обобщенные перемены надо вписать еще время. Потому что все это относится к этому дополнительному моменту времени. То есть, наш полный набор переменных, это есть обобщенные координаты, обобщенная скорость и время. Теперь давайте введем такую функцию. Функция, которая будет полностью описывать поведение нашей системы. Мы уже ввели координаты, которые описывают поведение нашей системы. Зачем нам еще функции, которые тоже описывают поведение нашей системы? Значит, координаты позволяют нам определить состояние нашей системы в данный момент времени. Где она находится и куда она движется. А функция, которая описывает положение системы, она позволяет прогнозировать поведение системы в дальнейшем. То есть эта функция позволяет найти уравнение движения, и поэтому уравнение движения рассчитать, как вообще в принципе, и куда будет двигаться тело. Ну или нашу систему. Ну, в общем-то, как и вся физика. Да. Которая ей нужна для того, чтобы спрогнозировать. Именно. Поэтому нам необходимо знание вот этой самой функции, которая полностью описывает наша система. Такая функция называется функцией Лагранджа. Это скалярная функция, которая просто описывает систему. Из нее можно получить, каким-то непонятным образом, из нее можно получить уравнение движения. Прошу прощения, а с законной методы мы начали, потому что это более простой вариант получения? Да, это более простой вариант. Это то, что закон Ньютона можно понять, пощупать, вот то, что хорошо известно. Кроме того, значит, те построения, о которых я сейчас рассказываю, они математически полностью эквивалентны в уравнении Ньютона. Ньютонской механики. Полностью эквивалентны. Поэтому математические выводы, чисто математические результаты будут из Ньютонской теории, из той, что я сейчас рассказываю, будут совершенно одинаковые. Почему функция Лагранджа должна существовать? Почему должна существовать функция, которая описывает систему целиком? Вообще, откуда она пришла тогда? Да. То есть, откуда, откуда, как до этого можно догадаться? То есть, чтобы до этого догадаться, должна посмотреть на уравнение Ньютона. Значит, уравнение Ньютона — это уравнение второго порядка, то есть, означает, что там есть второе производное, ускорение второго производного по координате. А из математического канала следует, что существует там первый интеграл этого уравнения. Это есть ускоренная функция, которая зависит от координате скоростей. Фактически, функция Лагранджа — это и есть первый интеграл в районе Ньютона. Поэтому, таким образом, мы можем показать, что функция вообще, говоря, существует. Теперь, значит, вообще, значит, еще по поводу обобщенных скоростей. Вообще говоря, мы в эти обобщенные координаты можем добавить еще и ускорение, и треть производные координаты, и четвертые, и так далее, до бесконечности. Но, вообще говоря, этого делать не нужно, потому что уравнение ньютона, оно связывает координаты скорости и ускорения. Поэтому, зная координаты скорости, мы можем поставить их в уровень ньютона и найти ускорение. Продиференцировавшее уравнение ньютона еще раз, мы можем найти все остальные производные, ускорения сколько нам нужно. Поэтому, в уравнении функций отражда достаточно знания координат, скоростей и времени. И все. Наша функция Лагранжа, о которой мы сейчас поговорим, она описывает состояние системы в данный момент времени. То есть функция Лагранжа, она привязана к моменту времени. То есть она описывает систему в том виде, в каком она есть в данный момент. А для того, чтобы прогнозировать поведение системы, нужно понимать, как эта система движется. Для этого нужно построить уравнение, а уравнение следует с какого-то принципа. Какой это может быть принцип? Давайте, во-первых, посмотрим, как в природе ведут себя вещи. Для этого давайте посмотрим на спектакль, который идет на сцене. Спектакль – это что-то, что развивается во времени, то есть некоторые действия. У него есть какой-то начальный момент, есть какой-то конечный момент, и вот между ними что-то происходит. Вот то, что между ними происходит, есть действие. Это и на сцене есть действие, и в физике это тоже есть действие. Так и называется действие. Так вот, это действие, с матерьской точки зрения, это каким-то образом оно должно содержать все функции Лагранжа во все моменты времени, между началом и концом. И система, кстати, называется тоже ансамблем, наверное. Ну, да. Так вот. Для того, чтобы математически написать вот это действие, мы должны просто просуммируем все эти функции Лагранжа во все моменты времени. Математически означает проинтегрировать функции Лагранжа по времени. То есть наше действие, это есть интеграл функции Лагранжа по времени. Значит, главный момент. В природе все движется таким образом, чтобы было затратено наименьшее количество усилий. Можно, конечно, сказать энергию, но в данном случае это слово энергия произносить нельзя. Во-первых, потому что речь идет не об энергии. Во-вторых, энергия это естественная теория, и применять это слово в начале предпостояния теория некорректно. Потому что в данный момент никакой энергии нет, что это такое непонятно. Мы как-то строим теорию. Она появляется позднее. Да, она появляется в рассуждениях позднее. Поэтому в данный момент мы говорим о том, что система, переходя из начального состояния в конечное, она тратит какие-то усилия. Ну или, как мы уже там сказали, слово действие. То есть, каким должен меняться действие. Так вот, все в природе происходит так, чтобы количество затративных усилий было как можно меньше. Поэтому мы накладываем на действие условия, что это действие должно быть минимальным. То есть, при переходе из начального состояния в конечное, это действие должно иметь минимум. И это уже появляется, вот это вот уже появляется совершенно точная математическая формировка. То есть, у нас есть действие, некоторое выражение, в котором стоит некоторая произвольная функция Лагранжа. Точнее, не произвольная функция, а функция Лагранжа, она определенная. Но у нас есть произвольная зависимость координат скорости от времени. И математически, значит, можно найти минимум этого действия. И из этого будут следовать уравнения движения. Уравнения движения будут называться уравнением Лагранжа. То есть на этих уравнений столько же, сколько обобщенных перемен, сколько обобщенных координат. Можно все-таки подочнить, что для зрителя, что мы называем обобщенные перемены? Обобщенные перемены это такие перемены, которые полностью описывают систему. Это совершенно произвольный набор перемен. Вот скажем, для маятника это угол втонения от положения равновесия, а не три координаты, где он находится. То есть если на примерах, это может быть либо длина-ширина, либо длина-укол. Да, то есть вообще произвольный набор перемен, но только чтобы они полностью описывали систему. Если там есть какие-то связи между кратами, значит эти связи туда надо вставить, и у вас там число переменных уменьшится. Наименьшее число переменных, и будут обобщенные координаты. Так вот, мы получили, что у нас из принципа наименьшего действия, то, что действие должно быть минимальным, это называется принцип наименьшего действия. Из него следует уравнение движения, которое называется уравнение Лаграж. Этих уравнений столько же, сколько обобщенных координат. Мы сказали, что у вас есть действие, мы потребовали его минимума, и вот это называется принцип наименьшего действия. Из принципа наименьшего действия следует уравнение движения. То есть это уравнение движения, оно дает, его решение уравнение движения, значит нам дает возможность получить, как у нас зависят координаты и скорости от времени. То есть найти закон движения. Чего не было в законе Ньютона, что у нас пришло, то, что мы обобщили переменные, и вместе с ними стали работать. И для них нашли этот принцип. Или еще что? Чисто математически, значит, полученные уравнения Лагранжа, они полностью эквивалентны уравнению Ньютона, с матемической точки зрения. Просто равны. Можно из уравнения Ньютона получить вот это самое уравнение Лагранж, которое он получается, или перейти в обратную сторону. Но с точки зрения решения задач, вещи совершенно разные. Потому что, значит, в уравнении Лагранжа, во-первых, там никак не используется система координат. Это означает, что мы можем использовать произвольные координаты, а уравнение пишется сразу в произвольной системе координат. Это обобщение, которое позволяет проще решать задачи. Но в данном случае я сказал, что там определенный координат, поскольку у нас используется, это проще записать сами уравнения. Вот. Ну, по поводу проще решить, пока не очень понятно, поскольку это проще, и где эта у проста выявляется. Как эти уравнения проще решать? Значит, для этого рассмотрим всякие симметрии. Вот, допустим, возьмем нитку. Вот нитка, она длинная. Значит, если мы будем двигаться вдоль нитки, мы видим, что она не меняется. Это симметрия относительно двига по длине, вокруг этой нитки. Мы можем взять какую-нибудь другую фигуру, например, взять цилиндр, короткий цилиндр. Тогда, если мы пройдем ось через центр этого цилиндра, тогда двигаясь, поворачиваясь в систему вокруг этого цилиндра, у нас ничего не меняется, у нас получится, что у нас есть одна ось симметрии. Вот эта самая ось симметрия, которая связана с этим цилиндром. Если мы возьмем, например, шар, то через центр шара мы можем провести три произвольные оси, при вращении вокруг которых ничего не будет меняться. Система будет называться то же самое. То есть у шара будет три независимые оси симметрии. Так вот, из принципа наименьшего действия следует теорема Ньотер. Теорема Ньотер гласит, что для каждой симметрии системы существует интеграл движения. Интеграл движения, по сути, это одно из решений уравнения Лагранжи. Ну, уравнений Лагранжи их много, число уравнений Лагранжи совпадает с числом обобщенных координат. А картосимметрий соответствует там одно решение. То есть их может быть, если у вас симметрия меньше, чем уравнений Лагранжи, то там одно из уровней не решится, а остальные будут не решены. Но тем не менее число уравнений уменьшится. То есть наличие каждой симметрии, оно будет упрощать решение задачи. А что эта величина сохраняется, это и есть признак симметрии? Да. Интеграл движения – это величина, которая сохраняется. То есть это некоторая функция, которая зависит от координатной скоростей, и которая не меняется ни от чего. То есть она не зависит от того, в каком состоянии система находится. А просто ей являются константы в этом уравнении. То, что такие функции существуют, вообще, если вы просто очевидны, из дифференциальных уравнений, потому что когда эти уравнения решаются, там возникают константы интегрирования, которые зависит только от начальных условий. По сути, это и есть интеграл движения. Но теорема Нютер, она говорит, как найти эти функции. То есть там есть просто правило, как можно эти функции найти. Не только в том, что они существуют, а то еще какие они на самом деле. Это можно просто вывести, да, на граждан системы. Таким образом сразу можно получить хотя бы частичное решение системы. Ее упростить или упростить. Если же число переменных, то есть число, в общем, как раз совпадает с числом симметрии, то тогда система решается полностью. Ну, и раз уж мы заговорили о симметрии, вот у меня напрашивается вопрос, который, в принципе, я предварительно раньше озвучил уже. Сколько всего должно быть этих симметрий? Есть это число, физики его знают? И как вообще понять, сколько этих симметрий должно быть? Или их можно открывать неограниченное количество? Или этот вопрос вообще не может? Ну, на самом деле ясно, что число этих симметрий вечно ограничено. Оно ограничено пространствами, в которых мы смотрим? Оно ограничено, значит... Если мы будем добавлять пространство, то у нас не сметри появится. Тут ключевое слово «если». Значит, в данный момент нам известно только одно пространство, в котором мы живем. Соответственно, уравнение пишется именно в этом пространстве, и никакого другого пространства у нас нет. Мы же открываем новые законы, исходя из того, что мы начинаем мыслить о том, что есть другое пространство. То есть, добавив к трем координатам время, мы начинаем говорить о том, что есть пространство Минковского, да? Пространство Минковского, да? Добавляя еще какие-то пространства, мы говорим, что здесь есть пространство спинного. Я не знаю? Ну, не совсем. Это все-таки разные пространства. Давайте еще немножко поговорим про эти симметрии. Ну, во-первых, про число симметрий. Значит, число симметрии, оно связано с числом уравнений. Ясное дело, что у вас, допустим, если есть уравнение второго порядка, то это уравнение, значит, одно уравнение второго порядка, то это уравнение будет иметь две константы интегрирования. То есть, у вас есть N уравнение второго порядка, будет 2N констант интегрирования. Поэтому максимальное число этих контрольных движений там будет 2n Где n число уравнений В данном случае это n, наше число уравнения, совпадает с числом обобщенных перемен Это максимум, что может быть вообще в принципе Поэтому если у нас, например, число обобщенных переменах совпадает с числом симметрии В этом случае система полностью решается Теперь, мы говорили о симметриях, которые связаны исключительно со свойствами нашей системы То есть смотрели там нитку, смотрели там шаг Мы можем придумать много разных систем, которые имеют какие-либо симметрии Мы считаем, что она классическая, да? Что? Миросистема Да, мы говорим о классической системе Вот какая-то механика, то есть можно какие-то точки расставить Можно какие-то цива Классическая в смысле не квантовая Да, не квантовая Значит, мы говорили о том, что вот у какой-то системы могут быть какие-то внутренние симметрии Которые связаны с формой, там, или еще с чем-то Вот системы, которые мы рассматриваем В квантовой механике там есть внутренние симметрии, которые тоже связаны с самой системой Но помимо внутренних симметрий системы, которые мы рассматриваем Существуют внешние симметрии, которые никак не связаны с той системой, которую мы рассматриваем Эти системы Объекты Вот наша система состоит из каких-то объектов Существуют такие симметрии, которые никак не связаны с той системой, которую мы рассматриваем Это симметрия, которая связана с фундаментальными свойствами пространства и времени. Должна таких симметрий существует, это вещь довольно очевидная, и это можно легко показывать. Давайте, например, проведем мысленный эксперимент. Возьмем какой-нибудь опыт и будем проводить опыт в одном месте пространства. Сегодня проведем, завтра проведем, пусть завтра проведем. Мы увидим, что этот опыт дает один и те же результаты. Мы можем поставить другой опыт, и все равно этот опыт в одном и том же месте будет давать одни и те же результаты, когда бы мы его не проводили. Из этого мы можем заключить, что время у нас идет одинаково. То есть начальный отчет времени нам не важен. Мы всегда можем поставить эксперимент в любое время и получить тот же самый результат. Этот экспериментальный факт означает, что у нас время однородное. То есть это означает, что если мы ко времени сдвинем начало отчета времени, то у нас ничего не изменится. И уравнения будут такие. Уравнения, которые описывают системы, они останутся такими же. Это экспериментальный факт. Это физически означает, что это у нас однородность времени. Или симметрия, или что можно сказать, что это у нас симметрия относительно сдвига по времени. То есть у нас экспериментов много, и мы одновременно на всех этих установках проводим эксперименты. Один и тот же. В результате окажется, что на всех этих установках получили один и тот же результат. Это означает, что у нас все точки пространства одинаковые. То есть это означает, что если мы сделаем в нашей системе сдвиг по x, по y или по z, по координатам, то у нас ничего не изменится. То есть это означает, что у нас есть симметрия относительно сдвига в пространстве по координатам. Можем поставить еще один эксперимент. Мы можем взять экспериментальную установку, провести на ней эксперимент, потом повернуть ее. Опять эксперимент провести, потом еще повернуть. И все эти эксперименты тоже совпадают. Таким образом... Если наблюдатель сидит внутри установки и вращается вместе с ней, то это же не инноциальность. Это неважно. Тут главное, чтобы эксперимент отдавал один и тот же результат. В данном случае тоже будут одинаковые результаты. Даже не инноциальность системы отчета. Значит, эксперимент в грудь вместе с этой установкой все равно будет одинаковый. Таким образом, мы приходим к еще одной симметрии, что у нас есть симметрия относительно вращений. Вращений в пространстве может быть три, потому что может привести три различные оси. Математические. Да, математические. Поэтому у нас есть еще... Симметрия ответового вращения дает еще три симметрии. Поэтому всего у нас получается семь симметрий. Симметрия относительно сдвига по времени. Три симметрии относительно сдвига по координатам. И еще три симметрии относительно вращений. А вот у меня тут вопрос. А есть симметрия относительно вращения времени? Есть. Значит, больше? Нет, не больше. То есть она оставляет уравнения эквивалентными? Она оставляет уравнения эквивалентными, но в данном случае в механике она ничего не дает. Значит, это... Логически казалось бы, что это ерунда, как можно изменить знак времени, оно все время в одну сторону движется. Но математически это может приводить к каким-то вещам, которые математически являются правильными не только математически, но и физически. С точки зрения классической механики, это изменение знака времени не играет никакой роли, потому что все уравнения, они симметричны относительно изменения знака времени. Они просто не меняются. А если мы возьмем квантовую механику, то там уже эти симметрии, они важны. То есть там важны зеркальные отражения, потому что там необходимо использовать все возможные преобразования координат. Но в эти все возможные преобразования координат в том числе входит и отражение времени, в том числе и отражение координат зеркальное. И там эти вещи являются важными. В классической механике это не играет никакой роли. Так вот, мы получили то, что у нас симметрии пространства и времени, которые никак не связаны с нашей системой, это у нас есть 7 независимых симметрий. Значит, симметрия относительно сдвига по времени дает закон сохранения энергии, то есть приводит к закону сохранения энергии. Симметрия относительно сдвига по координатам приводит к закону сохранения импульса. И симметрия относительно поворотов приводит к закону сохранения момента импульса. Вообще говоря, если мы рассматриваем какую-то реальную систему, не просто какую-то виртуальную систему, потому что ту систему, которую мы рассмотрели виртуальную, у нас есть дополнительные некоторые 7 законов сохранения. Поэтому если взять, допустим, классический маятник, у которого там одна обобщенная координата, то к нему добавляется еще 7 интегралов движения. Все-таки законов, наверное, меньше, то есть 7 уравнений, которые... Да. Я вижу их просто векторные, а законов-то 3, вот сейчас, которыми, да, 3 симметрии. Поглядя ли? 3 закона, ну так если в общих чертах, потому что эти уравнения же похожи. Уравнения какие? Ну, для разных координат, которые... Это же не отдельный закон. Ну, уравнений Лагранжи, они просто пишутся на... Каждый общий уравнений пишутся в свое уравнение. Они, математически, они похожи один в один. Закон-то он все-таки, наверное, один? Закон движения? Закон сохранения. Закон сохранения, да, конечно. Это вот закон сохранения, это есть просто некоторая константа, которая зависит от координата скоростей. Ну, может быть, еще зависит от 3. В общем случае. Это мы говорим о числе сейчас, да? О числе симметрии и, соответственно, числе следующих из них законов сохранения. Да. Ну, фактически мы уже, в общем-то, все получили. То есть мы, обобщив уровень Ньютона, принципы на ненейшее действие, пришли к тому, что у нас получается уровень Лагранжи, для которых проще записать поведение сложной системы. Эти симметрии позволяют глубже понять, как вообще устроен наш мир. Если бы в уровнях Ньютона, там, конечно, возникают те же самые законы сохранения, энергии, моменты импульса и импульс. Но в Лагранжевом подходе видно, что эти законы сохранения, они следуют просто из свойств пространства времени. Это просто очевидное следствие. То есть мы более, там, глубже начинаем понимать, откуда это берется. Можно вопрос? Возьмите по ходу. Вот если мы формально будем рассуждать, то может показаться, на первый взгляд, что тут тоже можно вопхить, и из того, что сохраняется, предположить, что есть обратно тоже какая-то симметрия. Обратно опять. Будет верно? Да. Ну, это вопрос подковыка. Я еще его не до конца спросил. Это хорошо, что да. А вот масса-то сохраняется? Ну, по поводу сохранения массы, значит, есть разные, значит, версии. У нее же нет симметрии, которые она сам... Ну, во-первых, масса-то скаляр. Хотя, тут про симметрию с массой не очень хорошо говорить. Все-таки это скаляр, и он не обвесивается это координатами. Закон сохранения вещества, а мы ему не можем, чтобы не ходить. В классической механике масса является, значит, величиной постоянной. Значит, из, в принципе, новейшие действия можно доказать, что величина положительная. Вот. И из опыта это также известно. Вот. Это вообще некий коэффициент. Да, это просто некий коэффициент, который вот связан с телами совсем. Если же мы будем рассматривать не классическую механику, а лагранжевую механику, то есть когда у нас скорости могут быть близкими к скорости света, то в этом случае там уже начинают играть другие, там другие свойства. Если мы возьмем школьный учебник физики, то из выводов в школьном учебнике физики следует, что при увеличении скорости масса начинает увеличиваться. То есть масса становится такая, что у нас постоянную массу поделить на корень единице минус m квадрат на c квадрат. Вот. Будет такая величина. Но этот подход является неверным и ошибочным. То есть математически можно так написать, что да, вот возьмем такую массу и будем получать какие-то ответы. Но с физической точки зрения этот подход совершенно неверим. И в лагранжевую механике лучше пользоваться, не лучше, а необходимо пользоваться совсем другими представлениями. Возьму разум в ветре. Вот ветер это такая величина, которая не меняется при преобразовании системы кардинал. То есть ветер у нас находится в реальном пространстве, а мы строим вокруг него нет математических построений. Ясно, что эта величина реально, она не может зависеть от наших представлений о том, как мы на него смотрим. Поэтому, значит, любые вектора реального пространства, от того, в котором мы живем, они не могут зависеть от преобразования системы кардинал. В классической механике, значит, радиус вектора является вектором, а в лагранжевой механике эта величина вектором не является. В лагранжевой механике вектором будет являться величина, значит, dx, dx, dz и dt, состоящие из четырех компонентов. Так вот, при вращении в флоренцевом пространстве, когда скорости света, когда уже скорости близки к скорости света и могут быть близки к ним, у нас вектором является не наша четырехмерная величина, а четырехмерная величина. Поэтому, если мы напишем четырехмерную скорость, вот там как раз будет величина, которая содержит вот это, значит, в основном, или корень, единица минус, квадрат, кс квадрату. А масса будет являться константой, множителем. Ну, это не интересный вопрос. Да, это верно. Не интересно, потому что мы просто говорим о скоростях, которые сравниваются с теми скоростями, с которыми мы сами передвигаемся. Ну, если мы говорим о малых скоростях, то это классическая механика. В классической механике масса является константой. В проективистской механике масса тоже является константой, но не по школьному учебнику, а по геометрии ловится пространство. Просто там векторами являются не трехмерные величины, а четырехмерные. Так, это к вопросу о том, что масса сохраняется или что? Масса сохраняется. Масса является вариантной величиной, она сохраняется. Она не зависит от скорости. Я тогда еще раз повторю вопрос, и повторю, что он с подковыкой, то есть симметрии никакой нет. Правильно я понимаю? Масса не связана симметрия. Нет, он ей обязательно что-то соответствует. А если что-то сохраняется, так же, не исчезает симметрия? В физике есть закон сохранения вещества, да? Да, я понял. А какая тут симметрия? Да никакой. Правильно? Ну, я понял с этим вопросом. То, что мы на этом рассматривали, симметрия, это есть симметрия, которая связана с изменением векторной величины. То есть, допустим, у нас есть система украина такая, что мы меняем угол, который ворачивает система украина вокруг оси симметрии. У нас в системе не меняется. То есть есть векторная величина, которую можно менять, но уравнения при этом не изменяются. Так вот, масса – это величина, которая входит в уравнение как коэффициент. Этот коэффициент, он связан с совершенно реальными телами. Его нельзя менять. Это просто как число. Поэтому масса… То есть, он не участвует как элемент симметрии, и как функция тоже не участвует. Да, это не функция, это просто какая-то физическая величина, присущая к какому-то телу. Ее нельзя менять. Силы, может, даже обезразны. Можно. Понятно. Я об этом говорил тогда. Об этом никакой симметрии не приходится. Ну, понятно. В общем-то и все.